итак добрый день всем смотрите у меня есть на самом деле две темы одна из которых не уместилась предыдущие лекции хотя по смысл относится к ним и еще одна тема новая знаменующая бы сказал даже начало некоторого нового раздела курса но давайте закончим с тем что мы обсуждали раньше а именно я хотел еще немножко поговорить про первые интегралы давайте поговорим про первые интегралы в окрестностях в окрестностях особых и не особых точек векторного поля если напомню что особая точка векторного поля это то же самое что положение равновесия финансального уравнения то есть такая точка в которой векторное поле обнуляется соответственно все фазовое пространство все точки фазового пространства могут быть либо особо ли не особо векторное поле может либо обнуляться либо нет и оказывается что если мы отвечаем на вопрос о том существует ли у какого-то уравнение первый интеграл хоть какой-нибудь то ответ на самом деле сильно зависит от того на какой области в какой области должен быть этот первый интеграл определен давайте я приведу пример давайте посмотрим на вот такое уравнение скажем x точка равняется минус 2 у как устроена фазовые кривые этого уравнения этой системы ну во первых понятно что и по иксу и по игреку происходит приближение к началу координат у нас как-то вот так векторы торчат ноль является особой точкой положением равновесия и ну дальше можно более четко нарисовать значит как у нас будут как у нас будет устроена картинка что является линиями уровня можно например поделить одно уравнение на другое y по dx равняется 2y деленное на x в общем получается что игрек равняется x квадрат какое-то такое вот у нас решение то есть нашими фазовым кривом тут такие вот параболы теперь давайте задам такой вопрос вот давайте рассмотрим какую-нибудь окрестность начала координат где у нас находится особая точка вопрос существует ли первый интеграл вот этой системы 1 определенный в окрестности нуля ну как мы могли бы на этот вопрос попытаться отвечать мы могли бы как-то что-то делать вот этим вот уравнениями как то вот тут их преобразовывать что такое делать вот но в принципе у нас может там у нас могло бы так случиться что нам бы удалось найти первый интеграл тогда бы ответ было бы да но могло бы случиться так что нам бы не удалось найти первый интеграл тогда было бы не совсем понятно но это мы плохо искали или его на самом деле нет и вместо этого можно предъявить такое рассуждение которое явно показывает что никого первого интеграла тут нет давайте для этого сделаем вот что ответ нет не существует и рассуждение такое давайте возьмем две произвольные точки значит две призвольные точки которые принадлежат этой окрестности и посмотрим на траектории которые проходят через эти точки то есть просто возьмем эти точки в качестве начальных условий поскольку динамика устроена ну вот так вот как я показал да все траектории они на самом деле стремятся к началу координат то эти две траектории которые проходят через наши точки они тоже будут в прямом времени при стремящемся к бесконечности стремится к началу координат ну вот как то вот так то будет происходить а теперь давайте рассуждать так от противного пусть первый интеграл существует давайте вот эти две точки которые сейчас ввел давайте я как-нибудь обозначу пусть вот эта точка называется п а вот эта точка называется пусть вот эта точка значит давайте посмотрим значит у меня есть значение моего первого интеграла ну вот обозначим тот первый интеграл про который думаю что он существует давайте мы его обозначим через наш тогда справедливо следующее утверждение у нас есть какое-то значение а шатп на это значение вот в этой точке но поскольку это первый интеграл то значение вот в этой точке будет таким же как значение на все вот этой вот траектор правильно давайте я как-нибудь это буду закрашивать соответствующим цветом каким-нибудь раньше скажем а вопрос чему равняется значение h в нуле давайте я напомню что от первых интегралов мы обычно хотим вот что значит мы обычно хотим но как правило дифференцируемости но пусть хотя бы непрерывность значит непрерывный и не всюду константа понятно что если у нас функция всюду константа то нет никакого содержательного утверждения о том что на первый интеграл вдоль нее будут вдоль нее будут постоянно она будет постоянно вдоль вдоль фазовых кривых любого уравнения вот значит вопрос ну вот давайте обозначим h от p давайте обозначим буквы буквы с допустим вопрос давайте не ца давайте какой-нибудь другой буквой еще буквы бывают пусть будет м вопрос чему равняется h от нуля h в точке 0 0 ну из-за непрерывности мы бы хотели чтобы он равнялся m ну конечно да потому что вдоль всей вдоль всей вот этой вот траектории он будет равняться тому же самому числу m просто поприление первого интеграла а с другой стороны траектория стремится к положению равновесия она его конечно никогда не достигнет но если мы хотим чтобы h была бы непрерывной и если она принимает одно и то же значение на всей вот этой вот кривой сколь угодно близко приближающейся к положению равновесия то тогда и в самом положении равновесия нужно принимать ровно такое же значение значит h от 0 0 равняется тоже m ну так как h непрерывный ну понятно это рассуждение можно было бы ввести ввести траекторию где можно обозначить давайте пусть у меня будет само это решение fiat x пусть это пусть это решение с начальным условием фи в нуле равняется p тогда h точки фи от t равняется h от p равняется нулю но дальше мы устремляем тег плюс бесконечности h от фи от t с одной стороны это будет ой почему нулю то h от p равняется m с одной стороны это будет m потому что это просто задел константы а с другой стороны эта штука должна равняться h от предела при т стремящемся к плюс бесконечности fiat t то есть h от нуля и вот это вот условие это условие непрерывности условие непрерывности h теорема пределя сложной функции вот чуть более формально рассуждение так выглядит а что мы сделаем дальше какой следующий шаг видимо рассматриваем точку другую в которой значение не равно им да значит поскольку мы мы хотим от нашего первого интеграла чтобы он был бы не всюду постоянным то найдутся по крайне мере две такие точки в которых значения разные не может такого быть чтобы чтобы у нас у всех во всех точках значение было бы одним и тем же просто мы такой не рассматриваем запрещаем вот тогда найдется точка q такая что ее значение будет другим но значение в этой точке но тогда мы пойдем к противоречию потому что ровно тем же самым рассуждением выясняется что в нуле будет в нуле должно быть значение h от q но если оно не совпадает с h от p то вот у нас и противоречие ну или можно по-другому сказать можно просто сказать что то же самое верно для любой точки q следовательно h от q тоже равняется m и это верно вообще для всех точек h это просто константа ну и это противоречие который демонстрирует что никого первого интеграла тут нет вот то есть как видите здесь сыграли такие чисто топологических свойства нам было достаточно того факта что все траектории стремятся к положению равновесия стремятся к одной и той же точке а правда что рядом с любым положением равновесия первого интеграл не существует или бывают такие или бывают такие особые точки но если бы у нас решения были окружности например то скорее всего у нас был бы первый интеграл окружностями да действительно если у нас есть уравнение какой-нибудь типа осциллятора да это как раз было первый пример уравнений в которых у нас первый интеграл как раз был чем в таком роде кажется не в ту сторону стрелочки поставил вот но тут но тут все траектории не стремятся к положению равновесия и поэтому наше предыдущее рассуждение не работает значит тут есть первый интеграл а именно например x квадрат плюс y квадрат а вот бывает такое что все таки есть какие-то траектории которые стремятся к положению равновесия но при этом первый интеграл все равно есть существует ли такая система у которой у которой первый интеграл есть в окрестность особой точки при этом есть траектории которые стремятся к этой особой точке сейчас только что мы доказали что вот для такой например уравнение 1 интеграл нет давайте рассмотрим вот такое уравнение x . равняется минус x y . равняется y да как выглядит фазовый портрет опять же есть положение равновесия в начале координат и как выглядит траектории по иксу все стремится к началу координат по игреку наоборот разбегается от начала координат траектории выглядит как то вот так есть тут первый интеграл или нету ну да потому что в любой окрестности этой особой точки есть траектории которые не сходятся к ней но если вы говорите да то тогда хороший способ доказать что первый интеграл есть просто предъявить его потому что сейчас вы доказали что сейчас вы сказали что вот то рассуждение как то с помощью которого мы доказывали что первого интеграла нет что она тут ломается правда ломается ну да согласен это не 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 решение просто замечание да значит это ломается а все-таки а какой тут первый интеграл но можно посмотреть на картинку попробовать угадать на линии уровня какой функции это похоже x умножить на игрек x умножить на игрек да ну и конечно действительно первый интеграл здесь и будет x умножить на игрек ровно потому что линии уровня устроена так ровно потому что траектории устроен и так наше уравнение вот такое дальше можно плюс c вот хорошо и действительно действительно здесь наше рассуждение ломается то есть смотри что получается что в общем особые точки бывают разные бывают такие особые точки вблизи которых первый интеграл есть бывают такие вблизи которых первых интегралов нет оказывается что если мы аналогичный вопрос зададим про не особую точку то там ответ будет не столь разнообразным а именно в окрестности любой не особой точки первый интеграл существует и более того существует n минус 1 независимый первый интеграл сейчас кажется вы не дошли на семинаре до независимости или дошли не помню было причем не на последнем а на предпоследие на предпоследие ну хорошо было отлично вот ну и собственно говоря там вы наверное могли заметить что если у вас есть скажем система в r3 то вы можете там построить два независимых первых интеграл вот почему это так давайте попробую сейчас немножко набросать как все это работает я честно говоря не хочу сейчас это рассказывать подробно как-то я иногда рассказывал но в какой-то момент мне надоело делать давайте посмотрим на вот посмотрим на векторное поле какое-нибудь в вне окрестности особой точки то есть вот я возьму какую-нибудь какую-нибудь точку пусть она не особая пусть у нее вектор тут не нулевой и фазовые кривые в этой окрестности этой точки но вот они будут как-то вот так проходить они будут касаться этого вектора в близких точках они будут касаться каких-то близких векторов потому что у нас там мы считаем что правая часть уж по крайней мере непрерывно а скорее если мы хотим чтобы было терем существование инстанции хорошо бы гладкость вот в общем у нас получается какое-то вот такое вот какая-то вот вот такие вот фазовые кривые и как бы теперь из этой картинки вытащить первый интеграл вытащить какую-то функцию которая была бы такую что она постоянно вдоль этих фазовых кривых но замечательно то что эти фазовые кривые не пересекаются в силу терема существования единственности и на самом деле мы можем сделать такую вещь вот давайте просто проведем например ну вот на этой картинке допустим проведем вертикаль вот такую и давайте введем такую функцию я беру любую точку и значит вот у меня точка п и рассматриваю фазовую кривую давайте стрелочек здесь нарисую чтобы было понятно давайте пусть у меня движение вот так происходит теперь я взял произвольную точку п через эту точку провел фазовую кривую до момента пересечения с вот этой зеленой линии давайте считать что у меня сейчас картинка двумерная и ну вот у меня есть карната x и y а эта зеленая линия это просто вертикальная прямая какое какое она и кажется значит теперь я беру точку п провожу через эту точку траекторию и провожу ее до пересечения с этой вертикальной прямой а вот здесь у меня будет точка точка q значит у меня сейчас q эта точка пересечения траекторию проходящий через п с прямой ну давайте как-нибудь вот эту прямую обозначу что называется гамма и у этой точки пересечения есть y координаты давайте я скажу вот что давайте я скажу что h пусть h от p по определению есть y координата точки q просто вот так мы положим значит это обозначение это y координата точки q утверждение h первый интеграл почему это так ну если не очень формально то для точек на одной кривой вот эта точка q будет одна и та же для точек на разных разными ну да совершенно верно да если мы возьмем любую другую точку не п а какую-нибудь вот возьмем точку п штрих на такую чтобы она лежала бы на той же самой на той же самой фазовой кривой что и точка п мы возьмем где-нибудь вот здесь вот точку п штрих поскольку просто по построению у нас если точка п штрих лежит на той же фазовой кривой что и п то для нее точка q будет такая же раз для нее точка q такая же то и y координата такая же значит везде вдоль вот этой вот кривой значение h будет одним и тем же а если мы возьмем если мы возьмем другую фазовую кривую то поскольку фазовые кривые не пересекаются то значит например вот из этой фазовой кривой мы не мы не сможем попасть вот в эту же точку q здесь будет какая-то другая точка стесно не будет другая игрековая координата поскольку у нас это прямая просто вертикальная все точки отличаются так своими игрековыми координатами вот но вот мы получили функцию которая будет которая будет которая будет не не постоянная функция которая постоянно которая постоянно вдоль фазовых кривых но если что нужно будет еще объяснить почему эта функция является непрерывной для этого по большому счету нам нужно было бы доказать отдельную теорему которая как правило идет ну как бы ее доказательства обычно удобно проводить после того как вы доказали теорему существование низости решения дифференциального уравнения полезно доказать теорему о непрерывной зависимости решений от начального условия то есть полезно доказать такое утверждение что если мы будем двигать начальное условие непрерывно, вот эту точку P, то решение, в частности, точку Q, будет тоже двигаться непрерывно. Тогда нам гарантировано, что эта функция h, которая, кстати, получается, что она действительно будет первым интегралом. И в частности, что она будет именно непрерывной функцией. Значит, согласны с тем, что такая конструкция действительно дает нам первый интеграл. Тут разные вещи заметены под ковер. Почему обязательно эта траектория пересечется с вот этой вертикальной прямой? Ну, грубо говоря, это связано с тем, что вот у меня этот вектор, если он не нулевой, то он должен иметь, по крайней мере, какую-нибудь ненулевую компоненту. Но вот на этой картинке я требую, чтобы он бы имел ненулевую горизонтальную компоненту. Если он имеет ненулевую горизонтальную компоненту, то это означает, что у нас происходит какое-то движение с ненулевой скоростью вдоль горизонтали. Причем это касается конкретно вот этой точки, но близких точек тоже, опять же, в силу непрерывности. И если у нас, в принципе, происходит движение по горизонтали, то это означает, что мы можем выбрать такую маленькую окрестность, чтобы у нас это движение по горизонтали шло там с какой-то отделенной от нуля скоростью. И тогда за конечное время мы обязательно дойдем до вот этой вертикальной прямой. Либо в прямом времени, либо в обратном времени. Вот. Но я говорю, что мне сейчас хочется просто нарисовать эту картинку и не вдаваться сильно в технические детали в этом месте. Но, по крайней мере, здесь видно, что действительно первый интеграл существует. Если у нас фазовое пространство не двумерно, а имеет большую размерность, то можно эту картинку обобщить. Допустим, у меня фазовое пространство трехмерно. Давайте как-нибудь вот так вот я сделаю. И у меня есть тут тоже точка. Вот у нее есть какой-то вектор, не нулевой. И у меня есть теперь в трехмерном пространстве, у меня есть решение, которое как-то вот так вот проходит вблизи этого вектора. Какая сейчас конструкция будет, как она будет устроена? Значит, как обобщить эту конструкцию с двумерной картинки на трехмерную картинку? Возможно, взять какую-то ось координатную, вдоль которой не нулевое изменение. Ну, давай читать, что вдоль X сейчас не нулевое изменение. Вот так вот, такое движение есть. Потому что вектор, по крайней мере, не торчит вертикально вверх, а торчит как-то вот так, в толик со. Так. Ну и искать пересечения с, сейчас надо понять, либо с прямыми, либо с плоскостями, соответствующим другим координатам. Да, с прямыми или с плоскостями. Ну, с прямыми, видимо. Ну, сейчас, если вы хотите провести какую-то конкретную прямую одну, то с ней, конечно, не всякая траектория пересечется. Потому что в трехмерном пространстве пересечение двух кривых, как бы у вас фазовая кривая, это кривая. И если вы хотите провести какую-то кривую, то они не факт, что пересекутся. Пересечение двух кривых в трехмерном пространстве – это, так сказать, довольно редкое явление. На самом деле здесь нужно рассмотреть какую-то вот такую площадку. Допустим, в данном случае у меня площадка, которая параллельна плоскости YZ. И, опять же, вот в окрестности вот этой точки все кривые будут пересекать эту площадку, никуда не денутся. Пересечение кривой и одномерной кривой двумерной площадки в трехмерном пространстве – это, так сказать, типичная ситуация. Она нередкая. Ну и ровно по той же причине, по которой вот здесь вот эти траектории пересекали вот эту вертикальную прямую, у вас координаты X меняются. И вы можете сделать так, чтобы она уменьшалась достаточно сильно. То же самое здесь происходит. Мы можем сделать так, чтобы у меня бы координаты X бы там менялась, как-то уменьшалась, увеличивалась. И, в конце концов, довести мою точку до пересечения с этой площадкой. И какие тогда первые интегралы здесь можно найти? Значит, вот у меня есть произвольная точка. Брать либо Y к пересечению, либо Z к пересечению. Да. Значит, вот у меня есть точка P, а у меня есть точка Q. И тогда, на самом деле, можно ввести два первых интеграла. Один первый интеграл H1 от P, который определяется как Y координаты точки Q. А другой первый интеграл, который определяется как Z координаты точки Q. Ну и таким образом получается, что у нас действительно два независимых первых интеграла. То, что они независимые, в общем, следует из того факта, что здесь Y и Z независимые координаты. Да, у них градиенты, градиенты линии независимые. Ну, в общем, короче говоря, я надеюсь, что эти картинки убеждают вас, что ситуация с первыми интегралами и вообще с видом векторного поля, она очень разная в окрестностях особых и неособых точек. В неком смысле, особые точки интересные. Они бывают разными. У них бывают разные картинки, бывают разные топологии. Вот бывают особые точки, в которые стремятся какие-то траектории, стремятся от них какие-то траектории. Бывают особые точки, в которых ничего не стремится. В общем, тут все по-разному. А если вы рассматриваете окрестность не особой точки, то локально здесь, на самом деле, динамика устроена очень просто. На самом деле, можно было бы даже вот что сделать. Можно было бы взять вот такую вот штуку, вот эту окрестность. И, значит, как будто представить себе, что мы можем вот эту картинку как-то изгибать. Можем действовать на нее какими-то дифиоморфизмами или гомеоморфизмами. Ну, неважно, что это. В общем, какими-то гладкими отображениями как-то изгибать, сжимать, поворачивать и так далее. То можно было бы превратить, если бы эта картинка была нарисована на пластилиновой табличке, то можно было бы ее вообще превратить вот в такую вот картинку, где просто все фазовые кривые идут параллельно друг к другу просто в виде горизонтальных прямых. Кстати, что нужно взять в качестве вертикальной координаты в этом случае? Какая замена координат приводит вот такие вот траектории, вот в такие траектории? На самом деле, если мы в качестве вертикальной координаты возьмем просто вот значение вот этого первого интегралула, это же, ну, что такое координата точки? Это какая-то функция от точки. Вот можно в качестве этой координаты выбрать просто вот эту h, и тогда вот, допустим, x-овую координату оставить, какая была, y-овую координату взять в качестве точки h, и тогда у меня просто будут фазовые кривые горизонтальными, ровно потому что h не меняется. А то, что h не меняется, это в точности соответствует тому, что, значит, аж первый интеграл. В общем, короче говоря, идея такая, что окрестности неособых точек, они не очень интересные, они все одинаковые. Окрестности особых точек интересны. И сейчас мы начнем как раз с тем, которая во многом позволяет провести именно систематический анализ того, какими бывают особые точки дифференциальных уравнений. Можно поправить сначала? Как мы гарантируем то, что эти кривые не склеятся, условно говоря? Например, не получится такого то, что двух соседних одинаковый у? Значит, вот здесь. В объеме. В объеме. Нет, понятно, что здесь бывают разные траектории с одинаковым значением первого интеграла. В точности все траектории, которые попадают на одну вот такую прямую, конечно, они имеют одинаковое значение, например, h1. Наоборот, h2. Я нарисовал прямую, в которой z постоянно. Значит, у них, конечно, будет одинаковое значение h2. Но мы, когда мы определили первый интеграл, мы не говорили, что для любых двух траекторий значение должно быть разное. И это такое не соблюдается даже. Ну, это такое даже вот здесь не соблюдается. Потому что у вас есть, например, вот эта траектория, и у нее будет ровно то же значение первого интеграла, что и у симметричной траектории здесь. Если у вас первый интеграл xy. Мы говорим просто, что должны быть, что должны быть разные значения. Но понятно, что здесь будут траектории, у которых одно и то же значение первого интеграла. Тут никуда не денемся. А если мы просто будем за счет начального условия выбирать разные кривые, то есть значения одинаковые? Ну да. Если мы хотим получить две разные кривые, если мы хотим получить две разные фазовые кривые с разными значениями первого интеграла, то мы выберем одну фазовую кривую, которая приходит вот сюда, а другую, которая приходит куда-нибудь вот сюда. И вот мы получили два разных значения первого интеграла h2, которые просто z-координаты. Да, хорошо, понятно. То есть какие-то траектории будут иметь разные значения. Но не может такого быть, что все траектории вдруг решили приходить на одну и ту же горизонталь. Вот такого вот не может быть. Опять же, потому что... Да, конечно, легко понять, почему вот здесь они не могут стремиться к одной и той же точке. Точнее, не могут пересекать одну и ту же точку. Ровно потому, что просто потерями существования единственности. Потому что фазовые кривые не пересекаются. Почему не может такого быть, что все вот это все вот эти вот фазовые кривые на самом деле приходят на одну и ту же горизонтальную прямую, при этом не пересекаясь. Теоретически это не запрещено. То есть теоретически может такое быть. Теоретически бывает отображение из... Ну, как бы... Бывает отображение из плоскости впрямую, являющейся взаимно однозначным. Но при этом такое отображение не может быть непрерывным. Тут уже из соображения непрерывности следует, потому что не может такого быть, что вот они все окажутся на одной прямой. Вот. Еще вопросы? Хорошо. Подождите еще. Я еще понял, почему из непрерывности это следует? У нас же по идее... Ну, в общем, непонятно, почему из непрерывности. Ну, сейчас, значит, что я говорю? Я говорю, что вот не может такого быть. Значит, не может... Не могло бы быть вот такое. Значит, мы здесь проводим какой-то горизонталь. И потом вдруг выясняется, что абсолютно все фазовые кривые, не пересекаясь, тем не менее, доходят до вот этой вот горизонтали, до одной и той же горизонтали. Ну, тогда что бы это означало? Это бы означало, что у нас... Значит, у нас было бы такое... Ну, вот представьте себе, что я рассматриваю такую штуку. Значит, давайте я нарисую здесь вот еще одну площадку, вот тут. И буду с этой площадки выпускать фазовые кривые. Значит, если предположить, что они все пересекают вот эту площадку в одной и той же точке, не в одной и той же точке, а вот вдоль одной и той же прямой, то что мы получаем? Мы получаем такую вещь. Давайте рассмотрим такое отображение. Вот из этой площадки, вот в эту площадку. Значит, которая просто каждую точку переводит в соответствующую точку вот тут. Тогда получается, что у нас... Значит, вот эта площадка, она двумерная. А вот эта площадка... Значит, мы утверждаем, что вот на этой площадке у нас все точки переходят в одну и ту же кривую. То есть получается, что у нас есть такое отображение, которое, во-первых, взаимно однозначное, а во-вторых, оно переводит двумерную площадку в одномерную кривую. Значит, таких отображений не бывает взаимно однозначных. При условии, что они непрерывные. В принципе, такие отображения бывают. Ну, то есть это как... Это все равно, что отобразить... Вот отобразить квадрат в отрезок. В принципе, есть взаимно однозначное отображение квадрата в отрезок. Но сделать такое отображение непрерывным невозможно, потому что... Сейчас, как бы это объяснить. Ну, непрерывное отображение обязано переводить... Здесь даже получается не просто непрерывным, а непрерывным в обе стороны. То есть нам важно, что у нас не бывает такого отображения, которое было бы не просто непрерывным, а непрерывным вместе с обратным. Вот такого не бывает. Значит, почему такого не бывает? Потому что просто непрерывное отображение, если они непрерывны вместе с обратным, то они обязаны переводить там открытые области в открытые области. Открытые окрестности в открытые окрестности. Здесь просто такого не получится, просто потому что у нас прообразом окрестности здесь будет... Сейчас. значит непрерывность непрерывность и доказать что непрерывность сохраняет размерность я не помню в этом случае просто возьмем значит не позитивы координате по игре первый интеграл имеют ну это да но все равно вот такая картинка вот такая картинка невозможно вот почему она невозможна честно говоря вот я сейчас я говорю что это все сводится к тому что невозможно отобразить взаимно однозначно и непрерывно вместе с обратный квадратный отрезок но сейчас я что-то забыл как как это утверждение доказывается вот ну ладно давайте пока что поедем дальше собственно говоря вторая часть и начало некоторой новой темы это линейные дифференциальные уравнения давайте я начну с того что поговорю что-нибудь про дифференциальные операторы значит вы в курсе линейной алгебры проходили всякие линейные операторы правильно какие-то отображения из линейного пространства в себя или там вообще линейные линейные отображения откуда-то куда-то значит вот дифференциальным оператором ну и не хочу давать какое-то аккуратное определение давайте я приведу пример несколько примеров неформально говоря дифференциальный оператор это оператор действующий на пространстве функций который в котором включено какое-то дифференцирование но это неформальное определение чтобы сказать точнее нужно все-таки как-то ограничить пространство тех линейных отображений которые мы рассматриваем но давайте просто приведу примеры значит скажем просто например у меня есть пространство функций давайте посмотрим на такой оператор давайте его назову д лямбда он устроен так он действует на функцию фи и в результате получается новая функция которая устроена так значит дефи по дт минус лямбда фи все это в точке x да то есть например если я функции д лямбда действую на не знаю синус т на на такую функцию сейчас только тогда здесь должна быть тоже не икса пусть будет здесь везде т соответственно что это означает это означает что я должен продифференцировать то есть написать косинус т минус лямбда синус т значит вот так действует мой дифференциальный оператор заметим что он линейный потому что операция дифференцирования линейная и операция умножения на число лямбда тоже линейная я думаю что не нужно пинать определение линейности или нужно давайте я скажу что если у меня есть две какие-то функции то значит мы знаем что верно вот такое вот равенство и если у меня есть c это какая-то константа то ее можно вынести за знак дифференцирования и за знак дифференциального оператора значит вот это вот два свойства линейности которые здесь выполняются на эти конь менее тривиальный пример приведу а значит нам вот этот вот пример с оператором доля мда еще пригодится но давайте какой-нибудь пример давайте пусть у меня есть какой-нибудь оператор d который устроен так например d фи значит фи зависит от т это скажем фи с двумя точками от т плюс т квадрат на фи от т и там плюс синус т умножить на фи как вы думаете вот эта штука является линейным оператором является ли вот такое вот что такое вот выражение отображение из фон из пространства функций в пространство функций заданного таким образом является ли она линейным оператором выражение отображает конкретной точки дальше нужно было написать тоже фи от т значит она является линейным оператором но потому что смотрите несмотря на то что здесь есть всякие нелинейные штуки есть синус т есть т квадрат тем не менее если смотреть на то как эта штука действует на фи то она действует именно линейно относительно фи потому что ну как если мы возьмем две разные функции да и подействуем вот так попробуем сделать да ну что что у нас произойдет значит нам нужно будет взять вторые производные от каждой этих функций прибавить т квадрат умножить на первые производные от этих функций прибавить синус т умножить на сами эти функции сумму их ну и понятно что это в точности то же самое что если бы мы взяли бы одну функцию подействовали на нее нашим оператором взяли другую функцию подействовали бы оператором и сложить вот то есть несмотря на то что у нас возникают какие-то нелинейности в том как эти коэффициенты зависят от т тем не менее относительно фи это штука линейная тоже пример дифференциального оператора вот давайте еще один пример рассмотрим пусть у меня теперь фи это отображение из р в р н давайте рассмотрим такой оператор d а фи который устроен так значит мы опять же считаем производную и вычитаем некоторую фиксированную фиксированный линейный оператор а умножить на фи допустим фиксированная матрица хотя могла быть и не фиксированный значит опять же ты тоже линий оператор потому что он содержит дифференцирование содержат какое-то умножение на матрицу и у нас получается такая сумма двух линейных операторов есть умножение на матрицу это линейная штука дифференцирование линейная штука очень В общем, никаких проблем здесь нет. Тоже дифференциальный оператор. Ну хорошо, давайте такой вопрос. Вот такая штука является дифференциальным оператором. Значит, является ли она линейной? Нет, если мы сложим две функции, у нас получится 2t. Да, ну на самом деле можно просто проверить. Например, если мы действуем на ноль, нулевую функцию, то любой линейный оператор должен ноль отображать в ноль. А здесь, если мы подействуем этим оператором на нулевую функцию, то мы получим t. Это не ноль. Значит, это не является линейным оператором. Значит, не является линейным оператором. И это не является дифференциальным оператором, стало быть, потому что общее слово оператор автоматически подразумевает, что у нас есть какая-то линейность. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас мы будем рассматривать такие дифференциальные операторы, которые состоят из дифференцирований и умножения на какие-то функции от константы или на функции от t. При этом значения слева и значения справа получаются одинаковы. Простите. Значит, значение слева берется в той же точке, в которой берется значение справа. То есть у нас вот здесь должно быть тоже f1 от t, здесь f2 от t с точками и так далее. Вот. Ну и на самом деле... Да, давайте я введу определение. Значит, однородное линейное дифференциальное уравнение. Это уравнение такого вида. dx равняется нулю, где x – это какое-то отображение. Ну, там, давайте я скажу, что... x от t, вообще говоря, это какая-то штука, живущая варен. Значит, это было однородное уравнение, еще бывает неоднородное уравнение. Значит, слово «однородное» в дифференциальных уравнениях имеет два разных, не связанных между собой значения. Одно значение мы сейчас проходим, а другое значение есть у вас в домашке. Одно и то же, ну, как бы слово «однородное» одно и то же, но здесь оно в контексте линейных уравнений, и оно означает ровно то, что тут написано. А в домашке совсем другое. Значит, неоднородное уравнение – это уравнение dx равняется b от t. Значит, где есть не нулевая правая часть, а правая часть при этом тоже может быть функцией от времени. Можете еще раз сказать, что такое d? Вот в левой части. Да, значит, d – это какой-то дифференциальный оператор. В обоих случаях d – это какой-то дифференциальный оператор. Давайте посмотрим на примеры. И обнаружим удивительную вещь, что многие дифференциальные уравнения, которые мы обсуждали до сих пор, на самом деле, оказывается, являются линейными. Подобно персонажу Мольера, мы сейчас обнаружим, что мы долгое время говорили прозой. Ну, например, вот такое уравнение, x-точка равняется x. Оно является линейным уравнением. Если да, то чему равняется оператор d? Ну, фи-штрих минус фи. Да, фи-точка минус фи, совершенно верно. Или еще можно обозначить этот оператор так. Это оператор дифференцирования, вычесть оператор умножения на единицу. Вычесть просто дождяственный оператор. Да. Дальше, например, x-точка равняется y, y-точка равняется минус x. А вот эта вот штука, это является линейным уравнением? Да. Значит, если у меня фи от t, это есть вектор функции x от t, y от t. Как бы мне так записать вот эту штуку в виде линейного уравнения, в виде уравнения df равняется 0. Минус вторая производная по первому аргументу, плюс первый аргумент. Да, можно было бы вернуться к уравнению, откуда возникла эта система. Но давайте сейчас смотреть именно на эту систему. Давайте просто посмотрим. Вот правая часть. Как бы ее записать, как линейное преобразование для фи? С левой части все понятно. Это просто производная фи. А правая часть? Да. Зависит ли правая часть линейно от вектора x, y? Значит, правда ли, что y минус x? То есть, иными словами, я спрашиваю, мой вопрос такой. Вот у меня есть отображение, которое устроено так. Оно сейчас x, y переводит в y минус x. Вот это отображение, оно линейное или нет? Ну, оно линейное. Линейное. А какой матрица она задается? Ну, смотрю, как записывается в столбец вектор и строчку. Ну, столбец, да. Мы всегда считаем, что у нас вектор, это вектор и столбец, даже если пишем строчку. 1 в первой строке и минус 1 в 0. Да, то есть, смотрите, можно сказать, что у меня есть такой дифференциальный оператор, который устроен так. Значит, дфи, это есть фи с точкой, вычесть, и я действую такой матрицей на фи. И тогда мое уравнение записывается в виде d от вектора x, y равняется 0. Согласны? То есть, иными словами, я просто переписываю в такой вот векторной форме. Ну, а потом переношу правую часть в левую, и просто получается, что вот то, что у меня написано сейчас слева, это действие некоторого дифференциального оператора на столбец x, y. На дифференциальный оператор вот тут написано. Он как раз частный случай вот того дифференциального оператора dA, который мы обсуждали вот здесь, что мы дифференцируем вектор функции, вычитаем фиксированную матрицу, умноженную на этот вектор функции. Можно было бы действительно записать уравнение, из которого у нас вот это уравнение возникло изначально. Допустим, x с двумя точками равняется минус x. И какой здесь будет дифференциальный оператор? Опять же, если я хочу его записать в видео, dx равняется нулю. Значит, как должен выглядеть дифференциальный оператор в этом случае? Значит, φ с двумя точками плюс φ. Ну или можно было бы написать, что d – это есть оператор двукратного дифференцирования плюс тождественный. Это тоже линейное уравнение. Ну, в общем, как видим, встречались нам уже линейные уравнения. Про Грито мы уже явно говорили, что они линейные. У нас были линейные уравнения в размерности 1, типа вот такого. И вот про то, что все вот эти вот штуки такого типа, это тоже линейное уравнение, мы раньше не говорили, теперь вот говорим. Замечательный факт состоит в том, что линейные уравнения очень хорошо поддаются анализу. Про них можно доказывать разные теоремы. И для многих классов линейных уравнений можно просто искать явные решения. Плохая история состоит в том, что в линейных уравнениях, в пространствах высоких размерностей, могут, да и даже низких тоже, могут не наблюдаться интересные явления, которые возникают в пространствах, которые возникают в нелинейных уравнении. Но это отдельная история. Да, смотрите, значит, это у меня сейчас все были примеры однородных линейных уравнений. Ну, давайте придумаем какое-нибудь неоднородное линейное уравнение. Например, давайте представим себе, что у меня есть вот такая вот штука, осциллятор. Но давайте представим себе, что я дополнительно к этому осциллятору прилагаю какую-нибудь силу. Вот, например, у меня есть шарик. Значит, вот такой вот. И я дополнительно к грузику, значит, у меня есть грузик на пружинке, я дополнительно к нему, понятно, что он может сам собой колебаться, но я дополнительно к нему буду прилагать силу, которая будет, например, меняться периодически. Например, дополнительно буду прилагать к нему силу синус t. И дальше возникает вопрос, как вот такая система будет себя вести. Это, на самом деле, важный вопрос, потому что существуют разные системы, которые хорошо вот такой вот штукой моделируются. Ну, по крайней мере, на каком-то идейном уровне. Представьте себе, что у вас есть мост. Мост – это, в принципе, довольно сложная конструкция. Но понятно, что сам все мост, он, конечно, прочный, но, тем не менее, он может немножко колебаться. И представьте себе, что у вас по этому мосту начинают, скажем, с какой-то периодичностью двигаться, там, не знаю, пешеходы. И вот если пешеходы, если, например, по этому мосту идут не просто пешеходы, а идет рота солдат, который идет в ногу, то воздействие этой роты солдат на этот мост, оно будет как раз периодическим таким возмущением. И дальше хорошо было бы, чтобы мост не рухнул. Интересно сказать, что если идет не рота солдат, а идут просто независимые люди, то они могут случайно, ну, не случайно, а есть некоторые динамические явления, которые приводят к тому, что они непроизвольно начинают идти в ногу, возникает такая спонтанная синхронизация. Вот, и тут тоже хорошо бы, чтобы мост не рухнул. Ну, в общем, давайте посмотрим, как записывается уравнение вот такого вида. Значит, у нас наша система будет по-прежнему x с двумя точками равняется минус x, но теперь еще добавляется внешнее возмущение sin t. И возникает неоднородное уравнение, тоже линейное, но при этом уже теперь неоднородное. x точка плюс x равняется sin t. Значит, это линейное, неоднородное уравнение. Давайте я сформулирую какие-нибудь теоремы про однородное и неоднородное уравнение. Давайте. Значит, первое. Пространство множества решений. Значит, первое. однородного дифференциального уравнения однородного линейного дифференциального уравнения является линейным подпространством в пространстве функций. То есть мы сейчас говорим, что у нас все пространство функций – это некое линейное пространство. И если мы рассматриваем всевозможные решения, то они образуют линейное подпространство. В частности, сумма двух решений – это решение. Если возьмете решение и умножите его на число, то снова получится решение. И второе утверждение такое, что если у вас есть однородное уравнение, dx равняется 0, если неоднородное уравнение, dx равняется b, давайте как-нибудь эти уравнения обозначим. То есть вот это уравнение 1, вот это уравнение 2. Значит, утверждается следующее, что множество решений уравнения 2 устроено так. Значит, φ0 от t плюс φ1 от t, где φ0 – это всевозможное решение 1, а φ1 – это какое-то решение 2. То есть, иными словами, множество решений неоднородного уравнения вот такого – это то, что называется афинным подпространством. То есть вы берете линейное подпространство решений однородного уравнения и прибавляете к ним всем какое-то фиксированное решение, какой-то фиксированный вектор. У вас были слова афинное подпространство на линейной алгебе? Не помните? Ну, по-моему, таких слов не говорили, но вроде бы точно с такой формулировкой есть какая-то теорема, не помню, как называется, про решение славы. Ну, там прямо то же самое было. Вот это буквально ровно та же самая теорема, потому что она использует ровно только линейную алгебру. Она вообще ни слова из дифференциальных уравнений не использует. На самом деле, по-хорошему, для того, чтобы совсем аккуратно доказать, нам хорошо было бы доказать глобально то, что решение линейных дифференциальных уравнений определено всюду, я это для важных частных случаев в следующий раз докажу. Сейчас предлагаю поверить. Но если в это поверить, то действительно, вот эта теорема, которую я сейчас сформулировал, она буквально дословно повторяет теорему линейной алгебры, и более того, это просто она же и есть. Ну, действительно, на самом деле, нам с точки зрения этой теоремы в линейной алгебре, нам совершенно не важно, какова природа вот этого линейного оператора. Вы это обсуждали в случае, когда вот этот линейный оператор, это оператор из какого-то конечномерного пространства в конечномерное пространство, которое сдается некоторой матрицей, и у вас получалась система линейных уравнений, обычных, алгебраических, которые сдается там как-нибудь в какую-то матрицу умножить на x равняется нулевому вектору. Но на самом деле, если d это какой-то оператор из пространства функции в пространство функции, то работает все ровно точно так же. Ну, естественно, давайте посмотрим, давайте докажем первый пункт, например. Давайте убедимся в том, что множество решений является линейным подпространством. Для этого мне нужно доказать, что сумма двух решений – это решение, и если решение умножаю на число, то снова получается решение. Но действительно, давайте возьмем… Значит, пусть у меня φ1 и φ2. Решение уравнение 1. Вот тогда d от φ1 плюс φ2. В силу линейности это d φ1 плюс d φ2. Чему это равно? 0. 0 плюс 0. 0 плюс 0, да. Получается 0. Значит, вот здесь мы воспользовались линейностью оператора d. и, следовательно, φ1 плюс φ2 – решение. Ну, и аналогично, если я умножу на константу, то константа выносится за знак оператора, и снова получается 0. Таким образом, c на f1 – тоже решение. Значит, c – это сейчас константа, это штука, которая от времени не зависит, не функция. Вот. Ну вот мы и доказали, что сумма двух решений – решение, константа множества решений – решение. Значит, решение образует линейное подпростанство просто по… Потому что мы не выходим за это множество. Но замкнута относительно операции сложения и умножения на константу. Вот. Но, значит, вторую теорему, она доказывается ровно так же. Значит, второй пункт – это теорема. Ну, действительно, например, можно доказать, что вот такие штуки, φ0 от Т плюс φ1 от Т, они действительно являются решениями. Значит, если φ0 – это любое решение, значит, любое решение однородного уравнения, φ1 – это какое-то фиксированное… решение неоднородного уравнения. Ну, тогда что мы получаем? Опять же, в силу линейности мы получаем вот такую штуку. Первое слагаемое 0, второе слагаемое b от Т. И, значит, действительно, они все, все такие выражения, значит, все такие штуки, они действительно задают нам решение… неоднородного уравнения. Ну, и наоборот, любое решение неоднородного уравнения можно задать в таком виде. Почему? Значит, пусть φ2 – любое решение уравнения 2. но тогда φ2 минус φ1, если мы на него подействуем d, то мы получим dφ2 минус dφ1. Получается просто 0. то есть φ2 минус φ1 – это решение однородного уравнения. Ну, вот обозначим φ0 равняется φ2 минус φ1. И, следовательно, любое решение φ2 представляется в таком же виде. Вот. Все. Доказали, что действительно это так. Вот. Как видите, не пользовались ничем, кроме линейной алгебры. Ну, вот. В дальнейшем мы сейчас будем активно использовать как методы дифференциальных уравнений, так и методы линейной алгебры, потому что мы сейчас будем как раз систематически изучать линейные дифференциальные уравнения. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы? Окей. Ну, если вопросов нет, тогда все на сегодня. До свидания. Да, если просто чисто идеи на дифференциальный оператор, он переводит вектора в вектора, правильно? Ну, как бы в векторы, нет, он переводит функцию в функцию, функцию в функцию. Это оператор на простанстве функции. Но это как оператор дифференцирования. Это штука, которая превращает функцию в функцию. Простейший пример дифференциального оператора это просто оператор дифференцирования. Это оператор, действующий на функциях. Да, хорошо. Он может переводить в вектор назначенной функции в вектор назначенной функции. Опять же, если у вас есть вектор функция, допустим, которая переводит время в вектор в р квадрат, вы его продифференцируете, вы снова получите функцию, которая переводит вектор в время, число, момент времени в вектор в р квадрат. Но это так или иначе отображение из простанства функций в простанство функций. Например, если у нас есть какие-то функции, которые из р к в рен, то получается, дифференциальный оператор тоже должен отображать в какую-то функцию, которая из р в рен. Да, именно так. Да, потому что дифференцирование так работает. А все остальное вынуждено под него подстраиваться. Ну, если бы, например, просто брали бы первую компоненту производной и вот из функции из р в рен, то это не был бы первый оператор. Ну, я говорю, я не очень хочу вводить формальное определение дифференциального оператора, потому что тут нужно реально как-то придумывать вот всякие эти частные случаи. Но у нас такого, пожалуй, скорее не будет, потому что непонятно, зачем бы нам это было бы нужно. Мы просто поняли, чтобы... Ну, то есть нет, в принципе, вы, конечно, можете взять действительно композицию дифференциального оператора и проектирование на какую-нибудь ось. Это, наверное, тоже будет какой-то дифференциальный оператор. Ну, окей, наверное, так тоже можно. Наверное, можно, я тоже считаю, дифференциальный оператор. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok